Здравствуйте, друзья! Вы на канале о технологиях и будущем. Подпишитесь на канал и поставьте лайк, если хотите больше разборов про космос и высокие технологии. Сегодня мы говорим о том, как можно строить постоянные базы на Луне. Это не фантастика, а план, который уже обсуждают крупные космические агентства и частные компании. Разберемся, какие шаги нужны, какие технологии решают ключевые проблемы и когда это может стать реальностью. Первое, о чем нужно подумать – зачем нам вообще Луна? Это ближайший космический объект, куда можно доставлять грузы и людей с относительно небольшими затратами. Луна – отличная площадка для научных экспериментов, для отработки технологий, которые потом пойдут на Марс, а еще на Луне есть ресурсы. Вода в виде льда в полярных кратерах – реголит, из которого можно получать кислород и даже металл. Наконец, Луна может стать промежуточной базой для дальнейшей экспансии в Солнечной системе. Следующий вопрос – место. Большинство проектов рассматривают полярные районы, особенно Южный полюс. Там действительно найдены отложения воды в тени кратеров. Наличие льда делает полюса стратегически важными. Вода – это вода питьевая, источник кислорода, источник водорода и кислорода для топлива. Маршрут к полюсам чуть сложнее по освещению, но выгоды очевидны. Энергетика – ключ к выживанию любой базы. Вариант номер один – солнечные панели. На освещенных участках можно установить большие поля фотоэлектрических панелей и аккумуляторные хранилища. Но есть и минусы, в том числе долгая лунная ночь – почти 14 земных суток. Поэтому появляется нужда в резервном или постоянном источнике энергии. Здесь на сцену выходят малые модульные ядерные реакторы. Такие реакторы компактны, дают постоянную мощность и могут работать независимо от солнечного освещения. Многие проекты рассматривают именно сочетание солнечной энергии и малых реакторов как оптимальное. Альтернативы – топливные элементы и аккумуляторы большой емкости. Но для постоянной базы их возможностей будет недостаточно. Как строить укрытия? Луна агрессивна для человека. Жесткая радиация и метеориты. Сильная терморегуляция между день и ночью. Лунная пыль, абразив и аллерген. Лучшее решение – не строить штамповый модуль из металла, а использовать местный материал. Реголит можно использовать как строительный материал. Надувной модуль можно накрыть слоем реголита для радиационной защиты. Есть идеи 3D-печати прямо из лунного грунта. Печатать стены и купола, которые будут защищать от радиации и сохранять тепло. Это сильно сокращает необходимость ввозить тонны строительного материала с Земли. Важная тема – везде добыча и переработка ресурсов, или АйСРУ. Если на Луне есть лед, его можно расплавлять и разделять на воду и компоненты. Воду можно пить, а при электролизе получить водород и кислород. Кислород для дыхания, кислород и водород для топлива. Металл из реголита можно извлекать и использовать для печати деталей и строительных конструкций. Чем больше мы сможем сделать на месте, тем экономичнее и устойчивее станут базы. Транспорт и логистика – следующий блок. Пока что доставка грузов с Земли остается дорогой. Но технологии многоразового запуска уже сильно снизили цену на килограмм в низкую околоземную орбиту. Для Луны нужны специализированные посадочные модули и орбитальные станции-перехватчики. Идея окололунной станции, которая служит портом и хабом, обсуждается давно. Такая станция позволила бы дозаправлять и унифицировать посадочные системы, снижая стоимость доставки на поверхность. Еще одна проблема – радиация и здоровье людей. На Земле магнитное поле и атмосфера защищают нас. На Луне такой защиты нет. Значит, нужно сочетание пассивной защиты из грунта и активных решений. Магнитные щиты пока что в ранней стадии разработки, но перспективны. Также нужна продуманная медицина, мониторинг, препараты против радиационных повреждений и постоянные исследования по долгосрочному воздействию низкой гравитации на организм человека. Немаловажен психологический фактор. Жизнь на далеком объекте, в замкнутом сообществе – это испытания для психики. Проекты БАС предполагают модульную архитектуру, место для отдыха, зеленые оазисы с замкнутыми системами выращивания пищи. Психологические программы, смены экипажей и хорошая связь с Землей минимизируют риски. Экономика – следующий серьезный момент. Кто платит за базу? На первых порах это будут государственные и международные проекты, агентства и крупные корпорации. В долгосрочной перспективе возможны коммерческие мотивы – добыча гелия-3 для термоядерной энергетики на Земле, редкие металлы или услуги орбитальной промышленности и туризм. Но создание экономического мотива – задача непростая. Пока экономика лунных баз больше про науку и стратегию, чем про быструю прибыль. Таймлайн и ключевые игроки. На сегодня есть программы. Американская Артемида с планами возвращения человека к Луне, китайские программы по собственным пилотируемым полетам и серьезные частные инициативы. В ближайшее десятилетие мы увидим десятки миссий, роботов и посадочных аппаратов. Постоянные базы вряд ли появятся за 1-2 года, но в 2030-х годах выведение полупостоянной станции вполне вероятно. Подведем итог. Лунная база – это сочетание нескольких технологических блоков. Энергетика, добыча местных ресурсов, строительство из реголита, медицина и психология экипажа, логистика доставки и устойчивое финансирование. Это все решаемо, но дорого и требует кооперации. По сути Луна – это естественный следующий шаг для человечества, поле для экспериментов, платформа для научных открытий и, возможно, первый шаг к дальшей колонизации Солнечной системы. А что думаете вы? Хотели бы жить в лунной базе или предпочли бы сначала роботизированные миссии и исследования? Напишите свое мнение в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик, где мы разберем идеи жизни в облаках Венеры и технологии, которые это могут сделать возможным. Спасибо, что были с нами, до новых встреч!